Привет, это товарищ самурай. Товарищ Сафронов. Почему я так самураю? Да потому что я нашел игрушки лучшие от лучшего производителя игрушек всех времен и народов, от города мастеров. И это уникальные, уникальные игрушки, которые называются... Самурай. 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 Это не Самурай Джек, это Самурай Самурайч. Как его там зовут, я не знаю. В общем, друзья мои, это город мастеров. Это город мастеров и это Ниндзяга. Вы думали, что Лего только может выпускать Ниндзяга? Вы что, думали, что китайские подделки и Лего, всё? Нет, город мастеров. Наша фирма отечественная. У, аж ответ западу. Наш ответ западу. Вот, понятно? Самурай в банке. Консервированный Самурай. Заказал на Озоне. Проверочка. Зона Озона. Напоминаю, есть такая рубрика у меня на канале, в которой я делаю контрольную закупку всяких Самураев. И в том числе. И плюс делаю подборочки интересные. Посмотрите, у меня там скидки различные есть. Подборочки на Озон в описании. И промокодик для новых пользователей. Можно ещё скидон. В общем, посмотрите под этим роликом вся инфа. Ну, а это у нас Самурай. Город мастеров. Пластиковый контейнер. Боже, как он прекрасен. Как будто напоминает фабрику героев. Но нет, нет, нет. Конечно же, это не она. Буква Н говорит, нет, это не фабрика героев. Вот такой вот белый ниндзя. То есть, это у нас типа Зейн. Внутри мы видим какого-то белого ниндзю, соответственно, с оружием. Вот такой вот. Понимаете, Лего не додумалось, так и не додумалось. Столько лет я прошу Лего начать выпускать этих Самураев. Эти фигурки, эти фигурки. Китайские производители идеальный формат для Лего фигурок нашли. Для ниндзяга. А Лего самой никак не сделает. Представляете, такие сборные фигуры по ниндзягу. Когда же они уже будут? Я пророчил, пророчил, сказал, что скоро, скоро, наверное, будут. Но так и не сделали пока. А вот город мастеров, молодцы. Взяли и сделали. Всего 51 деталь. Вот. Так, чтобы открыть эту упаковку, нам нужно вот так вот хотя бы ногтем. Хотя, видите, нет ногтя. А прорезь ногтем есть. Волшебные нано-ногти. Нано-ногти. Так. И нано-самурай. И открываем. И... Ах! Волшебный запах нового набора Лего. От города мастеров. Вот такая вот у нас инструкция есть. Смотрите, она вот так раскладывается. Так, кстати, от нее намного лучше такой лист. И также вот они, все детали. Вау-вау-вау-вау-вау. Вы посмотрите, какая прелесть. Какая красотелисть. Какая просто мечта любого. Вот. А совсем... Это даже... Вы думаете, смотрите. Это все так, думаете, случайно? А нетушки. Посмотрите. Вы думаете, пластик пожелтел или покраснел? Я сейчас вам покажу. Вы увидите это. Наверное. Нет, вы ничего не увидите. Засвечивают камеры. Ну, давайте вот так чуть-чуть. Вы видите, это красненькое. Это красненькое. Красненькое здесь неспроста. А это красненькое здесь, потому что так и задумано производителем. О, принты даже почти все на месте. Так. А голова-то у нас будет? Ого! Вы когда-нибудь видели голову Зейна? Вот так она выглядит. Голова Зейна. О-хо-хо-хо-хо. Как прелестно, согласитесь. Это просто топ. Так, тут всякие наплечники. Ну, что ж. Собирамба. Посмотрим, что получится. Оставил для вас, так сказать, самое сладенькое. А, дело в том, что вот у меня получился торс. Торс получился. Посмотрите, какой могучий воинствующий Зейн получился. Ух. И теперь самое время водрузить голову. Водрузить голову. Давайте посмотрим, как он смотрится. С этой головой. Шикарный. О-о-о. Вот это голова. Голова нашего ниндзя просто идеальна. Посмотрите, мне кажется, лучше быть просто уже не может. Лучше даже и не нужно. Вот. Сейчас раз. Давайте. Вот так. Сфокусируемся. И посмотрим на эту чудо-голову. Чудо-голову нашего чудо-зейна. О-о-о. Да. Посмотрите, она прекрасна. Прекрасна. Ну, это же прекрасная голова. Согласитесь. Идеально выглядящий ниндзя. Мне кажется, так и должны выглядеть настоящие ниндзя. Ну, а теперь давайте водрузим его головной убор. И нам нужно воткнуть. Вот так ниндзя носят свои головные уборы. Бам! Бам! Посмотрите, как естественно это смотрится. Это лучше, чем любые лего мини-фигурки. Это не просто увеличенная лего мини-фигурка. Это переработанный свой дизайн. Наш дизайн. Гордость отечественного производителя. Посмотрите. Прекрасно. Прекрасно. Ну, что ж. Это замечательный совершенно. Объект. Если бы не много. Но! Здесь у нас нарисована его повязка. Мы видим какие-то даже кусочки порезанные. Логотип непонятно чего. Щитки. Из доставшейся ему еще от фабрики героев. А вот. И эти, по-моему, наплечники тоже. Из фабрики героев. Насколько я помню. А вот голова и маска. Это, конечно, уникальные. Уникальные детали. Элементы. Вот. Также у него есть оружие. То ли от фабрики героев. То ли от Бионикл. Вот такие. Такой двузубец. По-моему, мне кажется, это двузубец. Галли. И у него есть вот такой еще двойной нож. А это уже, мне кажется, фабрика героев. А сзади на спине у него... Ну, во-первых, мы видим, что неплохо бы, конечно, ниндзям сзади бы тоже портки носить. Но не получилось, не фортануло, так сказать. И сзади... По сути, он светит своим задом. Сзади. Понимаете? У него не прикрыто. Здесь-то портки, а здесь нет. Со спиной, правда, подумали и продумали. Решили что-то сделать. Вот. На спине также размещен меч. Он же пропеллер. Это у нас Карлсон. Еще и Зейн Карлсон. Потому что, если не до конца не затянуть вот эту штучку, то... Зейн Карлсона. А можно... Сектор... Ответ зрителей. Я не помню, как это называется. Что, где, когда. Но вот если сделать вот так, прижать... Подождите. Я сказал, что если... Опять не работает. Так. Я сказал, что надо прижать. Подождите. Город мастер. Во, во. Вот так, если прижать, то все работает. Так. Давайте проверим вот эти соединения. Не потрескались ли они. Вроде пока нет. Давайте несколько раз. Несколько раз. Это болезнь такая китайских поддельных биониклов и фабрики героев. Но пока вроде не треснули вот эти вот места. Даже у оригинальных иногда такое случалось. Ну, а уж у поддельных тем более. Такое. Здесь где тонко, там и лопается. Так сказать. Вот. Щитки замечательные. Голова замечательная. Все хорошо, если бы, конечно, не желтоватый цвет пластика. А также такое впечатление, что, знаете, это оружие не Зейна, а какие-то погремушки. Потому что вот так у нас, если что, это происходит. Понимаете? Я даже не придавал никаких усилий. Вот. Здесь держится хорошо. Но здесь, если он перевернёт, враг будет над ним смеяться. Хотя, может быть, это функция, вылетающее оружие. Это функция, это же наши разработки. Нано. Поэтому нано-нано делаем. Так вот зубку не перекусываем. Не зубку, а специальным инструментом. Я пошутил. И вот тогда можно закрепить лайфхак. Друзья мои, если у вас такая есть, вам подарили или вы захотели купить, то вот так вот можно сделать. И здесь тоже какие-то элементы. Кстати, меч тоже у нас где-то у меня... А, вот-вот здесь рукоятка отстёгивается. Но это для удобства. Можно кинуть врага рукояткой. Почему бы и нет? И пропеллер. Стрелочка становится красненькой. Вот. Здесь тоже можно прикусить, закусить и, так сказать, нормально играть. Вот. С оружием здесь тоже где-то у меня что-то было. Одна держалась хорошо. А, сама вот эта штуковина еле держится. Ну, такая же схема работает. Так что пользуйтесь моим лайфхаком невероятным. А дека фигурка подвижна. Насколько могут её ограничивать вот эти вот её украшательства всякие, можно играть. И я давно говорю, что идея-то хорошая. Реализация только всегда плохая. 99% плохих. Кстати, из подделок ниндзяга, наверное, это одна из самых лучших. Потому что здесь и продумали на много оружия. Здесь продумали сзади чуть-чуть закрыть. Щеточки есть. Здесь есть уникальная деталь маски. Такую не найти нигде. Не сделать из фабрики героев. И, собственно, можно взять, если вы делаете самоделки ради маски и вот такого необычного лица. Может быть, кому-то надо. Опять же, вот эта часть. Пластик вроде неплохой, но странный выцвевший жёлтый цвет. Такой жёлтоватый. Здесь он на камере. Камера немножко меняет цвета. А также красноватый. Почему-то здесь такой немножечко отблеск есть. Но фигурка, идея, что прикольная. Смотрите, даже ещё они проработали что? Они сделали пропорции рук и ног. Здесь установлена вот такая вот длинная деталь, а вот здесь короткая. Обычно в китайских подделках они их делают одинаковыми длины руки и ноги. Здесь, как вы видите, получился вот такой вот Зейн от города мастеров. Ещё и пластиковая коробочка, в которой он может, собственно, жить. Ку-ку, говорит нам Зейн. Вот такая вот наша разработка. Как вам она? Лайк, если вам она нравится. А теперь цена. Цена этого набора была 298 рублей. Со скидкой на Озоне я нашёл. Ну, а уже думайте сами, решайте сами. Подделка Лего, точнее какая-то вот самоделка на тему Лего. И из не супер качественных, но всё же деталей, которые вроде как пока не разваливаются, не разламываются, на тему вашего любимого, нашего любимого ниндзяга. Да, цвета немножко перепутаны. Тут вот видите прозрачный такой вот цвет. Тут у нас элемент должен был быть синий. Его сделали таким вот. И шарик должен был быть каким-то ещё другим цветом. Тоже синим, по-моему. Или чёрным, чёрным. Здесь у нас красный шарик, ну, который позволяет, по идее, может быть, какая-то функция должна быть, но её нет. О, антенка. Смотрите, у него появилась неплохо. Вот такой вот ниндзяга от города мастеров. Хотите видеть ещё? Ставьте большой палец вверх, и я вам покажу ещё компашку. Кого-нибудь возьму из ниндзяга города мастеров к Зейну. Тогда посмотрим, как они вместе смотрятся и как другой набор сделан. Ну, а если вас он заинтересовал, я не буду его рекламировать. Нет, делайте, что хотите. Я всё равно поддельный город мастеров фейковый не буду, не буду. Простите, это просто информация для покупателей, кто будет знать, знать, что вот внутри. И всё. А то мало ли. А ещё в этой серии, видите, есть и другие прекрасные войны. Так что такой вот обзор на такой вот набор. Пока-пока.